Ну, всем привет! Как помните, уйдя с сервера Pegasus.sep на время пропал, а я никуда не пропал и просто перешел на другой сервер. Меня позвали, точнее позвал один очень интересный человек, который предложил играть на закрытом частном сервере EMC. Больше информации о нем сказать не могу. Люди тут очень добрые, все проверенные, минимум гриферсты и все прочего. Этот сервер основан на Minecraft 1.4.7. На нем нет ни привата, ничего. Доступны все крафты, а что недоступно, то просто нам все убрано из меню. На данный момент я только увидел, что из Thermal Expansion убран пульверизатор. Также тут есть ZXCraft, вот с помощью его мне помогли сделать вот такую вот бочку для воды, ибо тут на данном сервере вода, это конечный ресурс, она кончается. Она, то есть, не бесконечная. Вот, это ZXCraft, довольно-таки удобная вещь, как оказалось. Вот, строится бочка из любых прямых блоков, точнее, твердых, может быть, дерева, камень жженый. Ставятся вот эти вот клапана. Ставятся, делаются вот такие вот жид, твердые, извиняюсь за громко, наверное. Так, уменьшим звук, ничего, немножко. Вот эта вот твердая вода, которая представляет блок водения, она довольно-таки быстро, видите, вот у меня 2 миллиона чего-то воды. Вот, и уже люди подтягиваются на сайт. Так, ну что, я ушел довольно-таки далеко, карта, кстати, бесконечная, довольно-таки далеко, поселился в джунглях, нашел храм и решил жить в нем. Вот, это вход, я его немножко переделал. Установил начальные машины, это индустриальный наполнитель для заполнения. Грехтех, индустриальный центрофуга, делатель пластинок, ну, миссератор, это понятно, компрессор. Ставился М-600-ник, вот как видите, сюда полный. Ставил атомный реактор, это как дублирующая система. То есть, вот эти 3 тратятся, эти 3 восстанавливаются с помощью костей. Ну, вот, повесил панно. Тут у меня уголок Томкрафта. Ну, сильно открыть я тут еще пока не делал. Походил по данжам, вот, нашел пару вещичек. Это, кстати, надо будет применить. Вот, сделал... Честно говоря, можно считать, ничего не сделал, потому что открыл вот этих только 3. И вот тут есть экстребе, поэтому есть довольно-таки интересные новые открытия. Так, это положим. Тут у меня котел. Вот, подогревается он с помощью того же Зейкскрафт. Вот. Ну, еще нахуй. Так, ну, это вот ресурсы. Вот, быстро пережаренные. Так же, вот, тут у меня есть сейф. Вот это вот моя пижама зачарованная. Мечи. Кварц, с помощью которого делаются такие вот замечательные ящички. Вот, допустим, в одном слоте помещается 1600 деревесного гуля. И вот, видите, ящик у меня почти что весь забит. Вот. Так же в этом сборке есть замечательные приборы, такие как вот стиральная машина и посудомоечная машина, в которой можно все ванильные вещи восстанавливать. Так же есть духовный шкаф. Работает это все от от простого угля. Ну, конечно, мои любимые индустриальные печки. Вот тут ребята мне помогли, поставили из Незера идет лава. Вот этот вот блок является аналогом адскому адскому камню. Ну, он крафтится из этого, из мода Хукрафт или там Кукрафт. Ну, вот из этих вот кристаллов. Вот. Ну, начал заниматься селекцией. Тут вот мои такие скромненькие запасы по сравнению с другими людьми, у которых довольно-таки огромная тут база. Вот. Внизу сделал такой вот значит, доканчиваю базу. Поставил два двигателя. Потому что редпаровские и обыкновенно электрический и форостовские не справляются. Это климатизатор из экстрабия. Это центрофуга. Тут мы тут я выжимаю масло. Ну, тут рамочки. Правда, они пропитаны, потому что мы в АПК-миси нет. А это вот ящик для хранения пчелок. Естественно, сделался нано-костюм. Электрогенчик паков. Доканчиваю делать пол. Это тоже Хукрафт. И на этом чему я делаю из этих блоков, потому что на них не спаиваются моды. Ну и так красивый блок. А Паками с ним одевать некуда. Вот. Также вот выращиваю там крафтовские деревья, которые благодаря трикапитатору трикапитатору я перевожу в уголь древесный, который потом собираюсь использоваться или в генераторах, ну и мало где его еще можно применять. Уголь никогда лишним не бывает. так, ну это вот мои скромные солнечные подстанции, это мой лесок, которое потом вскоре уничтожу, ибо уже удалось вывести пару макет у меня получилось вывести земляной нарост, вот, который мне даст кофе и все прочее. Так, и собираюсь нести лес, потому что уже получилось вывести вот резиновый тростник, осталось его только размножить. Размножить это моя миниатюрная ферма данной сборки фореска поддерживает кропсы, поэтому я со временем переведу все быстрее всего на ферму, вот еще один резиновый тростник, и вот шоколадный, шоколадный, шоколад тут можно выращивать, конечно, на деревьях, но я пока сделаю вот так, и сюда, так, из этих какао-бобок можно делать рамочки, которые ускоряют плодовитость, так, пчелок, как видите, использует он крафт деревья из-за того, что они растут довольно-таки быстро и обладают двойным выращивания, очищают ауру, и вот, как видите, дрова довольно-таки много, потому что джунгловские деревья тут как-то или по снишин, или что-нибудь, сильно не растут, тут вот за пару минут куча древесины, ну, вот это мои пчелки, эх, в основном сейчас, конечно, в основном все джунглевские, но сейчас я живу джунглевским биллом, и вот одна адаптированная модель, вот сейчас работает и ночью, эти пули пока есть пустыни, мне дали пару пчелок, вот получилось, получилось сделать пчелку, которая дает кипящие соты, вот, вот, в том вот направлении у меня есть этот пустынный бион, там есть два, две деревни с жителями, ну, к сожалению, как-то я жителей продающих рамки не видел, вот, потом, кстати, дерево одно все же выросло, это джунглевское, я посадил, и оно выросло, вот, так, ну, и, как видите, вот тут я жгу уголь, дело, довольно-таки, нехитрое, довольно-таки выгодное в плане ресурсов, и самоокупаемое, так, так, немножко, потерпите, язык, цепичи, чтобы они работали, потом, вот, это все дело я смогу или обменять с кем-нибудь, или так, где-то использовать, но, угольник, это лишнего не бывает, так, ну, тут вроде бы все, здесь я сделал шахту, там особенно смотреть нечего, на этом сервере разрешается использовать черепашек, но только одну, поэтому у меня вот есть черепашка, с помощью ее я немножко копаю, так, это сюда, это сюда, так, теперь можем сходить, телепортов тут никаких, довольно-таки, быстрых нету, поэтому тут все пользуются или industrial крафт репортами, или вот такими между собой сообщаются с помощью обутновенных нерзеровских, так, ну, это, конечно, шутка, идем, покажу мезер, хоть тут и стоит гадкор, но как-то особенно тут так вот, в результате вот это вот тот человек, который меня пригласил на этот сервер, тут у меня туалет, ну, тут я прорыл туннель к своему другу, мастер эскор, который меня пригласил, нашел, нашел нашел так, извините, переоденусь, нашел блейзов, поэтому у меня тут есть простенькая ферма была из родов, которую на этот раз на этом сервере, надеюсь, никто не разрушит его тут люди все знают, все понимают, ну, вот она, эта ферма блейзер родов, точнее, у меня их тут две, вот, где-то тут еще одна была, а вот тут, где-то тут она была, 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 не в суть, никаких дополнительных монстров или еще кого-то нет, поэтому, поэтому тут, в принципе, особенно сильно одеваться не надо, о, кстати, блейз носится, ага, каким же макаром, о, иди сюда, вот, ну, это понятно, кто так вот кстати моя вторая фирма блэйзов там стоит спаунер сейчас что они не очень сейчас спаунится наверное стесняются вот это такая вот маленькая экскурсия по тому где я сейчас живу и где я играю но надо же им даже пользоваться надо можно кто-то не знал это для меня честно говоря открыть но извините что публично все это сделал ну я нечаянно вот так у нас наступила ночь что ты не работаешь ай работает это лаги с компьютером вот ну что ж на этом хотел бы закончить маленькую экскурсию моей обители до новых встреч пока